Выкраиваем, чтобы у нас вот здесь вот центр, потом вот так раз, еще одни получились, понятно? По краю. Именно с этого начинается жизнь всех коллекций школы моды Светлана. Такие сложные костюмы воспитанники делают сами. У каждой группы всегда в работе своя коллекция. Всего обучается 88 человек, но желающих, конечно, гораздо больше, только вот мальчиков очень мало. Мальчишек мало, потому что считается почему-то, что это не мужское дело. Я считаю, что портной – это изначально мужское занятие, так как, например, те же пальто, костюмы, кожаные изделия. Это очень сложно шить для хрупкой девушки. Это необходима сила в руках, в пальцах. Воспитанникам от 5 до 21 года. И уйти из школы еще никому не удавалось. После выпуска кто-то возвращается преподавать, многие приводят своих детей. Не хочется уходить из этого коллектива. Во-первых, тут очень классная атмосфера, очень крутые люди. И вообще дело шитье – это очень втягивающее такое. Очень нравится создавать коллекции, придумать что-то свое, участвовать в конкурсах, побеждать. Такие эмоции вообще не забываем. Для попет необходим внушительный набор навыков. Нужно уметь кроить, шить, декорировать, а потом еще красиво представлять свой костюм. Всему этому здесь и учат. Что для тебя самое сложное в занятии? Наверное, придумывание самого костюма, чтобы он был более интересный. Чтобы, когда зрители смотрят на нас на сцене, им было очень интересно на нас смотреть. Мы попросили девочек показать их любимые костюмы. Вот образы, посвященные картинам Николая Рериха и Барнаулу. Это хозяйка Медной горы, и сказка сказывается. Он яркий, и он, знаете, как детские фантазии воплощает. В честь 30-летнего юбилея школа моды подготовила отчетный концерт. Он пройдет уже в это воскресенье. На сцене представят новые коллекции и любимые зрителями. Репетиции уже идут полным ходом. Дарья Демиллер, Андрей Печоркин, Николай Шелко. День с толком. 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 День с толком.